Редкое, но неприятное явление. И как только такие снимки появляются в социальных сетях, они тут же набирают сотни негативных комментариев. Последний случай из села Лебяжья, в пригороде Барнаула. В течение дня она была грязной водой. Спускали, я только сегодня убрала ведра. Все запасали чистую, пока шел там ремонт и подключение. Думали, пойдет чистая, радовались. Водичка для питья не годится. Оперативно проведенная Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверка в начале декабря показала, вода не соответствует санитарным нормам. Но сейчас из-под крана течет прозрачная вода. В чем же причина появления осадка? Мы выяснили, вода в кранах жителей артезианская. Она содержит примеси железа и марганца. Они и дают тот самый черный налет, на который периодически жалуются жители. Но решение есть, сообщили нам в Барнаульском водоканале. Это постепенное переключение сетей на станции обезжелезивания и демонганации. Один из таких построили в 2012 году в поселке Южный. Вода поступает в газоотделители, происходит удаление сероводорода, окисление железа и дальше окисленное железо поступает на 6 фильтров. На данный момент в работе находятся 3 фильтра, потому что мощность насосной станции спроектирована с резервом. Часть жителей села Лебяжье уже получают чистую воду. В конце ноября к станции подключили еще две улицы – Рассветную и Полевую. Во время проведения работ некоторые жители пожаловались на проявление черного осадка в воде. Это как раз и есть железо и марганец. Их вымало из труб в тот момент, когда поменялся режим работы сетей. По Южную-1 мы подали качественную воду жителям полторы тысячи населения и по Ново порядка 700 человек получили, 700 абонентов получили качественную воду. Жители получили качественный ресурс, который мы подали туда, но система старой трубы, она сразу не получится ничего. Мы производим промывку, мы дополнительно проводим промывку сетей, для того, чтобы ресурс вторично не загрязнялся. Чтобы реализовать проект в селе Лебяжье, построили новый водопровод. Подобные проекты планируют и в других поселках, в окрестностях Барнаула. Для этого была разработана и сегодня реализуется программа улучшения качества водоснабжения в пригородной зоне. Анна Муратова, Полина Жданова, Сергей Балуев, Анатолий Фукс. Новости.